здравствуйте мои дорогие с вами ваша бабушка соня у меня в группе появился новый ученик мне сказали так по секрету шепнули что он был очень большим партийным деятель занимал очень высокую должность недавно приехал в страну и влился в нашу группу которую я веду уже более 20 лет группу изучения тор и вот это было две недели назад я рассказываю в группе как юсеф преданный своими братьями попадает египет всю историю как его вытаскивают из ямы как его тащат фараону он разгадывает там свои сны он разгадывает там сны фараона и фара и он делается вторым человеком государстве эту историю вы знаете сколько лекторов все можно услышать и можно прочитать и вот он поднимает руку и говорит простите можно я вставлю свои пять копеек я буду конечно бесспорно всегда всегда мы открыты для вопросов для дискуссий и так далее и вот он говорит вы знаете я так вот вас послушал вы судя по всему женщина умная и если бы я вас не уважал я бы сказал что вы вешаете лапшу на уши но так как я вас уважаю за уважал по крайней мере познакомившись с вами я скажу как станиславский а я не верю группа замолчала гробовое молчание я рассмеялась и сказала чему чему вы не верите он говорит я знаю изнутри как происходят назначения я знаю изнутри как люди продвигаются по служебных по служебной лестнице я изнутри знаю что такое политика а вы сейчас фактически рассказываете очень интересную политическую историю назначения и то что вы рассказали этого не может быть потому что не может быть никогда я в это не верю это знаете недавно на днях мне рассказал один из моих учеников рассказал мне очень интересный хороший анекдот рассказал расскажу его один внук спрашивает свою дедушку генерала дедушка дедушка а я когда-нибудь буду генералом генералам вот внучек конечно ты будешь генералом он говорит дед дед а я когда-нибудь буду маршалом а генерал говорит нет маршалом ты не будешь. А внучий говорит, почему? Он говорит, потому что у маршала есть свои внуки. Это, кстати, о политических назначениях. Так вот, этот новенький сказал, я не верю. Я сказала, я бы тоже не поверила. Но дело в том, что я говорю, скажите, пожалуйста, представьте себе, что вам показывают какое-то заседание из зала суда, вы видите его по телевизору, а потом вам предлагают ознакомиться с этим же делом по стенограмме. Я говорю, из чего, откуда вы возьмете больше информацию? Из того, что показали по телевизору или стенограммы? Он говорит, конечно, стенограммы. Я говорю, так вот, я вам сейчас рассказываю общий сюжет, общую канву, для того, чтобы вы примерно представляли себе, что там происходило. Я говорю, так вот, это репортаж из зала суда. Я говорю, если вы хотите ознакомиться со стенограммой, для того, чтобы вы поверили, я говорю, нужно знать, что там в действительности произошло. Он говорит, о, вот это я и хочу знать. Обернулся к группе, говорит, вся группа хочет знать, что там действительно произошло. Группа говорит, да, Соня нам всегда рассказывает все, что происходит. Значит, этот политический деятель говорит, я весь, внимание, важный человек. И я говорю, смотрите, у фараона трон, был, по крайней мере, трон, которому вели 70 ступеней. Не знаю, из чего они были сделаны. Вот у царя Соломона трон был со ступенями из чистого золота. А вот у фараона, не знаю, наверняка тоже были очень красиво и хорошо изготовлены. И вот к фараону вели 70 ступеней. Сам фараон знал 70 языков. Мой партийный Бонзе опять поднимает руку, опять говорит, не верю. Я говорю, ну, давайте мы не будем мерить наших предков по нашим сегодняшним, нынешним мозгам и по нашим умениям. Он говорит, не верю, чтобы человек мог знать 70 языков. Я говорю, вы знаете, если человек из детства готовит к управлению государством, и если у него будут 70 учителей, и каждый с ним будет говорить на своем языке, человек будет знать 70 языков. Тем более, если человек более или менее может знать русский, польский, украинский и еще какой-то вот из этих бывших, скажем так, стран постсоветского пространства, я говорю, никого бы не удивило. Точно так же, как людей не удивляют, если человек знает иидыш и немецкий, а так как они все-таки с какой-то общей основой или иврит и иидыш, я говорю, никого не удивляет. Я говорю, так среди этих 70 языков наверняка были очень много родственных языков. Я говорю, ну сейчас дело не в этом. Я говорю, фараон знал 70 языков. Любой человек, который приходил к нему на аудиенцию, он начинал с того, что он с ним говорил на языке, и он поднимался на одну ступень. Если фараон обращался к нему на еще одном языке, и человек знал этот язык, он поднимался еще на одну ступеньку. Знал три языка, поднимется на три ступеньки. Знает 10 языков, поднимется на 10 ступенек. Так вот, отсюда у нас пошло выражение, в общем-то, во многих языках мира, он говорит с высоты своих знаний. Так вот, там действительно человек, чем больше он знал, тем выше по ступеням к фараону он поднимался. И вот Юсеф, фараон к нему обращается на 10 языке, он уже 10 ступеней поднялся, уже 20 языков, 30, и когда Юсеф ко всему общему изумлению поднимается с фараоном на 70 ступень, я уже не говорю о том, какая была реакция у всех министров, советников, у всего двора, потому что это было совершенно, так, небывалое событие, и тогда Юсеф тихонечко наклоняется к фараону и на ухо ему шепчет на иврите, на святом языке, которого фараон не знал, «Здравствуйте, ваше величество, что-то такое». И фараон ужаснулся, он сказал, «Что это? На каком языке ты со мной говоришь?» И Юсеф говорит на святом языке, «Гэшон, Акодыш». Фараон страшно перепугался, и он сказал, «Поклянись мне, что никто не узнает, что ты знаешь на один язык больше меня». И сделал его вторым человеком в государстве. Вопрос, чего так сильно испугался фараон? В Египте существовало правило, что если кто-то знает больше фараона, больше языков, чем фараон, то тогда этот человек должен стать фараоном. То есть были определенные области знаний, в которых фараон был на высоте, в полном смысле этого слова, и никто не мог превзойти его по знаниям. И вот если находится человек, который будет знать на один язык больше, чем знает фараон, то фараон должен встать, освободить трон и сказать, «Теперь ты управляешь этой страной». И вот он встречает такого человека. И он дрожит и боится, что если его министры придворные узнают, что Юсеф знает больше него, тогда его заставят освободить трон и посадить на трон Юсефа. И поэтому, зная, что есть такой закон, сказала я своим милым, дорогим ученикам, ему партийному товарищу, я сказала, зная это, теперь уже вы сейчас верите, почему Юсеф становится вторым человеком в государстве. Никто не знал, что он знает на один язык больше, и поэтому фараон его сажает практически на трон и дает ему неограниченную власть, снимает со своего пальца персень, печатку и одевает на палец Юсефа, и Юсеф управляет Евгиптом. И сказано в Торе, «Только троном я буду выше тебя». Что сейчас я вдруг вам рассказываю? Сейчас у нас последняя глава Торы, «Веяхи». Когда, это 12 глава, первой книги из пяти книг, вообще первую книгу называют «Книгой про отцев». Это книга личности, книга, которая рассказывает об отдельных людях. Вторая книга, которую мы с вами открываем, книга «Шемот», именно она уже рассказывает о судьбе становления еврейского народа, и вообще там уже идут народы. Там практически уже не идет, есть личности, естественно, что есть личности, но это книга народа. Вторая, а мы с вами заканчиваем книгу про отцев, книгу личностей. В этой главе Иаков, почувствовав себя плохо, понимая, что приходит его конец, дает благословение всем своим сыновьям, но прежде всего он зовет Юсефа и берет с него обещание, что Юсеф похоронит его не в Египте, а в Эре Цесраэль. И когда Юсеф обещает, то он говорит мне, «Мало твоего обещания, я хочу, чтобы ты мне поклялся». Вопрос, почему, что неужели Иаков не доверяет своему сыну? У его сына неограниченная власть, у его сына абсолютно неограниченная возможность. Неужели сын не сдержит своего слова? Дело в том, что Иаков, когда он пришел в Египет, уже было два года голода, впереди были еще пять, но с приходом Иакова в Египет пришло благословение в эту страну, и голод кончился, и египтяне, включая фараона, поняли, что Иаков – это ходячее благословение, и очень хорошо, что он здесь живет. И так же будет совсем неплохо, если он здесь же будет похоронен. Иаков очень боялся, что из его могилы сделают место паломничества, место идолопоклонства, и поэтому не только одна из причин, он сказал, что он не хочет быть похоронен в этой земле. Более того, все его самые близкие люди и предки похоронены в пещере Махпела, которая находится в Хевроне. Хеврон – это город недалеко от Ярушалаема, сегодня это место действующее, туда люди приезжают на молитву, и там похоронены четыре пары. Одно из, это, кстати, одна из причин, почему район, где стоит пещера Махпела, называется Кирят Арба, как бы район четырех. Так вот, там похоронены четыре пары – Адам и Хава, вторая пара – это Авраам и Сара, третья пара – это Ицхак и Ривка, и четвертая пара – это Яков и Лея. Так вот, Яков должен быть похоронен в пещере Махпела. Когда фараон узнает об этом, то он страшно недоволен и говорит Йосефу, что нечего тебе уходить из Хеврона, извините, простите, нечего тебе уходить из Египта, пусть твой отец будет похоронен в Египте и ни в какую не соглашается. И тогда Йосеф говорит, я моему отцу поклялся, что я его похороню в пещере Махпела в Эрец Исраиль. И тогда фараон сказал, что мне доклятвить твоему отцу. И тогда Йосеф наклоняется к его уху и говорит, если ты говоришь, что ты освобождаешь меня от клятвы, которую я дал моему отцу, и клятва для тебя ничего не значит, в таком случае я освобождаю себя от клятвы, что я дал тебе, что я знаю на один язык больше. Фараон страшно испугался и дал разрешение на то, чтобы Яков был похоронен в Эрец Исраиль. Чему мы можем научиться с этой замечательной главы? Потому что у слова есть вес. Даже фараон 3331 год назад, нет, наверное, это все-таки было больше, еще минус 200 лет, 3500 лет назад, 3500 лет назад он понимал, что у слова есть сила. А вот у нас сегодня с этим немножко плохо. Мы с вами живем в такое время, тяжелое время, что сегодня любой может сказать на любого все, что он хочет. Клятвы, обещания практически не выполняются. Любой политик перед выборами обещает одно, на деле получается другое. Любой человек может оболгать, обозвать, унизить, дать неверную информацию, порочащую информацию в интернете, в социальных сетях, и потом спрятаться за своей аватаркой, за буквами, спрятаться и уйти. Если мы будем помнить, если мы выучим из этой книги книг, что у слова есть сила, что слово творит реальность, то, значит, не зря мы держим в руках эту книгу книг, эту вечную книгу всех времен и народов. И если мы хотя бы это положим себе на сердце, что мы в ответе за те слова, которые мы с вами произносим, которые выходят из наших уст, то мы уже сделали хорошее, хорошее дело. Поэтому будьте в ответе за те слова, которые выходят из нас. С вами была ваша бабушка Соня. Шаббат Шаном. И до следующих встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok